Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодняшняя тема лук репчатый. Это то, что у нас наросло. Замечательный подзимний лук. По-моему, это все-таки семка золотистая. Я оставила его перо, высушила. Сушила его в теплице, на дорожке. Поэтому он, видите, замечательно высох, ничего не загнило. Шейки очень тонкие. Я хочу сплести косы. Чтобы сплести косу лука, и он в таком состоянии будет храниться, висеть на кухне, украшая ее, и будет хорошо, очень переживет зиму. Для этого понадобится еще и веревочка. Потому что просто сплести. Когда вы будете обрезать лук по надобности, тогда ваша коса может рассыпаться. На веревочке она не рассыпется. Если вы не хотите плести косу, значит, нужно обрезать его таким образом, оставив пару сантиметров только. И либо вы храните его при температуре 18-20 градусов, либо храните при температуре 0, плюс 2 градуса. Менять температурный режим нельзя, особенно тому луку, который вы вырастили на севок. То есть для того, чтобы посадить свой собственный. Если вы будете менять температуру хранения, значит, он у вас застрелкуется. Хотя и в этом беды большой нет. Стрелки нужно выламывать. Как я вам уже рассказывала, когда лопнет головка семенная у лука, лопнет, тогда стрелки выламываем. У чеснока, когда завьет петлю. Значит, в этом году Голландия, конечно, ну, как и все остальные страны ЕС, решила объявить нам эмбарго. Но, слава богу, лук не вошел в этот список. И скоро, мы совершенно скоро получим прекрасный семенной лук. И я рекомендую вам под зимнюю посадку. Посмотрите, он очень хорош, он вызрел. Его выкопали, ну, где-то числа 15 июля. Он высох, ему ничего не сделается. А на нашем столе без лука просто невозможно. Это те витамины и тот продукт, который нам крайне необходим. Всего вам доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова